Всем привет! На календаре 27 октября-вторник. Вы на канале про деньги и рынки. Московское время сейчас 11 часов утра и 15 минут, пока я записываю данный обзор. Вашему вниманию представляется обзор уже по текущей ситуации на московской бирже. Сразу давайте посмотрим на российскую валюту. Пара доллар-рубль сейчас торгуется на отметке около 76,5 рублей за американский доллар. То есть есть некоторая попытка отбоя от этой нижней границы вот такого нисходящего локального канала. И нефть у нас, нефть марки Брэн в частности, тоже делает попытку такого небольшого восстановительного роста, но тем не менее нефть сейчас находится под давлением. Кстати говоря, по поводу нефти, есть информация о том, что на севере Мексиканского залива есть ожидания негативных в части ухудшения погодных условий. В данном случае мы говорим про ураган Зитта, который начинает свое влияние. Мы с вами знаем о том, что любой ураган, любая непогода в этом нефтеносном регионе США влияет на котировки нефти. То есть нефтедобыча в этом регионе во время непогоды останавливается, эвакуируется персонал с платформ. Но и, понятное дело, некоторый перебой с поставками нефтепродуктов, потому что НПЗ, находящиеся на территории, точнее на береговой линии Мексиканского залива, тоже начинает работать с перебоями. И, конечно же, это может формально отразиться на количестве добываемой нефти. То есть мы сейчас говорим о том, что если нефти добывается меньше, а это на минуточку около 16-17% всей нефтедобычи в США, в Мексиканском заливе, то, конечно же, это может отразиться в итоге на запасах. Завтра у нас будет статистика по запасам сырой нефти в США, мы там посмотрим, какова ситуация по факту. Но, опять-таки, в любом случае на котировки нефти сейчас давят не сколько природный фактор в Мексиканском заливе, сколько в целом ситуация в мире. В частности, вопрос здравоохранения сейчас становится опять краеугольным, вторая волна вовсю набирает обороты. Мы с вами уже буквально сегодня утром эту тему обсудили. В Европе Италия, Франция, Испания, они сейчас испытывают большие проблемы. Там очередные вспышки COVID-19, в США тоже эта проблема есть, в Индии эта проблема есть. Но, естественно, это все отражается на настроениях участников торгов. В данном случае это все в перспективе может отразиться на будущем спросе на нефть. И его, кстати говоря, ожидают, что будет очень плохо восстанавливаться. Вот мы утром сегодня с вами упомянули о том, что Мохаммед Баркинда, секретарь ОПЕК, опять-таки негативно оценил текущую ситуацию. И сказал о том, что сама организация, вот это само объединение ОПЕК, оно видит в перспективе очень слабое восстановление спроса на нефть. Все это в совокупности, еще добавляем сюда Ливию, кстати говоря, с ее нефтью. Все это в совокупности, конечно, давит на котировки нефти. Что касается пары доллар-рубль, конечно, здесь еще другие риски есть, и не надо про них забывать. Это Нагорный Карабах. Нагорный Карабах это в прямом смысле слова горячая точка. Я все-таки, знаете, смотрю на новости касательно Нагорного Карабаха. И каждый раз внимательно пытаюсь читаться, проанализировать и, может быть, даже оценить вероятность вмешательства непосредственно России в этот конфликт. Потому что очень большой риск существует. Если эта ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться, то, конечно же, в рамках ОДКБ, так называемая, то есть, договор коллективной безопасности, мы как-то о нем уже говорили, он предполагает, что Армения, она может попросить делать запрос в эту организацию для того, чтобы ей оказали некоторую помощь. А Россия, она как раз-таки входит в этот договор вместе с Арменией, а Азербайджан, это вторая сторона участника, ну, так сказать, вот этого конфликта, она в этот договор не входит. Поэтому на этой почве может возникать дополнительная конфликтная ситуация. Ну и, понятное дело, сюда еще и добавляем Турцию. Турция, она ведь поддерживает эту историю, точнее, поддерживает одну из сторон данного конфликта. Ну и, понятное дело, здесь могут возникать некоторые такие вот политические, военно-политические конфликты, трения. И это все, конечно же, может отразиться на валютной паре доллар-рубль, потому что любые такие вот конфликты, любые столкновения, они крайне негативно оцениваются инвесторами. И мы, по факту, можем с вами увидеть некоторые ослабления российского рубля только лишь на этом факторе, на этом фоне. У нас буквально неделя остается, то есть, следующий вторник у нас выборы в Соединенных Штатах Америки. Есть уже много разговоров по этому поводу, кто же будет, наконец-то, президентом. Но сейчас не будем гадать, все-таки покажет в итоге результаты вот этих вот выборов. Единственное, на чем я хотел бы с вами остановиться, посмотреть, так это 2016 год. Давайте вернемся именно в этот период, тогда, когда на выборы шел Дональд Трамп. Выборы тогда состоялись 8 ноября 2016 года. Все уже ждали, что Хилари Клинтон будет президентом США. Но вот такой вот нежданчик получился. Этот нежданчик, кстати говоря, может и в этот раз вполне может быть, да, потому что мы с вами знаем, что вот этот электорат, который голосует за Трампа, это, как правило, такая некоторая пассивная аудитория, электорат, который не участвует в соцопросах. И вот уже было мнение о том, что вот те опросы, которые проводятся, да, и те опросы, которые говорят, что Джо Байден, вроде как, уже все, это лидер абсолютной гонки. Но давайте не будем забегать вперед. Короче, вот у нас 8 октября 2016 года. После этого у нас индекс S&P 500 начал достаточно неплохо расти. То есть у нас было падение, мы с вами видели, да, такое негативное настроение участников. Были сомнения, кто же будет президентом. По крайней мере, ожидали Хилари Клинтон. Но, тем не менее, рынок у нас начал дополнительный рост. И этот рост у нас продолжался достаточно длительное время. Причем, обращая ваше внимание, что ведь весь этот рост, который был тогда, в 2016-2017 году, это все ведь во время разгара, так называемого, торгового противостояния между США и Китаем. Да, у нас в 2018 году случились вот такие вот колебания. Но, тем не менее, эти колебания были выкуплены, и рынок пошел дальше показывать исторический максимум. Но сейчас, конечно же, вот эта вся история с фондовым рынком США, она выглядит достаточно так интересно, я бы сказал, да. То есть, волатильность, она все больше и больше усиливается. И вот эта волатильность, она, конечно, не к добру, поэтому сейчас тоже не будем забегать вперед. По крайней мере, рынок сейчас в ожидании. Если Джо Байден придет в Белый дом, сядет в президентское кресло, то рынок тоже достаточно будет осторожно относиться к данному президенту, потому что он постоянно заявляет о том, что он будет повышать налоги на корпоративные доходы. То есть, это достаточно такой негативный элемент для фондового рынка. Это с другой стороны, он предполагает отмену вот этих всех торговых противостояний с Китаем. Это тоже такой некоторый будет положительный элемент для рынка, поэтому плюс на минус в итоге может оказаться на нуле. Но, тем не менее, вот есть информация на рейтерсе о том, что все-таки рынок сейчас ждет. Инвесторы, по крайней мере, уходят в какой-то мере в кэш. То есть, они распродают свои активы для того, чтобы затем уже по итогам выборов сделать определенный выбор, в какие компании заходить. Вот Джо Байден, если представители демократической партии будут побеждать, то, естественно, акции компании альтернативной энергетики, акции торговли, то есть, крупной торговли, международной торговли, они будут по ожиданиям инвесторов иметь определенный интерес у инвесторов, потому что, во-первых, это зеленая энергетика, мы с вами знаем, что Джо Байден, он лоббирует интересы зеленой энергетики, а торговля, это вот опять-таки отмена противостояния, то есть, снижение градуса накала между Китаем и США, он может подогреть интересы к акции компаниям внешней торговли. То есть, вот эта история, она есть. Но, тем не менее, вот, по крайней мере, как пишется в этой статье, все-таки рынок еще и закладывает неожиданную победу Дональда Трампа. Поэтому, есть определенные ожидания, давайте сейчас тоже не будем забегать вперед, посмотрим. И, что еще интересно, любопытно, у нас есть новость на Прайме, но она сейчас буквально облетела. Основные новостные источники, по крайней мере, ресурсы России, эксперт предсказал, почему опасно хранить деньги в долларах США. Я буквально вот коротко дам комментарий по данному факту. Во-первых, это все прокомментировал управляющий активным БКС Мир Инвестиций Андрей Русецкий. Если честно, то, когда я прочитал эту новость, я даже был немножко в таком замешательстве. Он говорит о том, что если Джо Байден станет президентом США, то, естественно, последует сразу санкционная риторика о санкции против России, потому что Байден, он, в принципе, агрессивно настроен против России, мы сами это знаем. И, естественно, будут вводиться, по мнению данного эксперта, санкции против валютных вкладов, против каких-то валютных счетов, по крайней мере, как он пишет, введены серьезные ограничительные меры, будут связаны с расчетами в долларах, то есть доллары останут вроде бы как неудел. Но я бы хотел, знаете, немножечко вступить в некоторую, может быть, полемику. Понятное дело, что заочно Андрей Русецкий, возможно, не до конца, может быть, понимая. Дело в том, что речь идет по отношению к рублю, что если санкции будут вводиться, безусловно, рубль начнет валиться, потому что инвесторы будут уходить с российского рынка. То есть мы как бы моделируем эту ситуацию. И в этом смысле, естественно, доллар по отношению к рублю будет только расти, поэтому те сбережения, которые находятся в долларах США, это некоторая, знаете, такая подушка безопасности от внешних рисков. То есть чем больше санкций, тем больше вероятность, что доллар будет просто-напросто расти к рублю. Поэтому тут другого не дано, и тем более история показывает, какие бы санкции нас уже не вводили. Это, во-первых, у нас сколько было уже этих санкций, и рубль только падал. Ну и во-вторых, собственно, даже если мы уберем этот фактор санкций, давайте посмотрим на пару доллар-рубль в такого более большого рассмотрения, да, с горизонта уже, например, с 2014 года. То есть глядя вот на этот график, сколько уже российская экономика поддавалась разного рода давлениям, санкций, были вооруженные конфликты, были и различные экономические спады, и были непонятные ситуации в политическо-социальном плане, и так далее, и так далее. Но мы с вами видим результат, то есть график нам все это показывает, что российская валюта просто-напросто, она в отдаленной перспективе теряет в цене по отношению к доллару. Поэтому вот это заявление, что в долларах США опасно хранить свои деньги, ну, мягко говоря, оно выглядит как-то совсем нелогичным. Другое дело, что, может быть, данный эксперт выразил вот эту точку зрения, может быть, с той точки зрения для того, чтобы вроде как уберечь частного инвестора от того, чтобы он покупал доллар США на пике, якобы, что рубль будет укрепляться. Возможно, это и так. Но это не означает то, что нужно избавляться от доллара, наоборот, когда рубль укрепляется, а доллар падает по отношению к рублю. Это лишь только повод больше покупать доллары, потому что доллар становится дешевле. То есть мы же с вами в магазине покупаем товары, и более охотно покупаем товары тогда, когда они падают в цене. А когда они растут, дороже становится, безусловно, мы покупаем меньше. Поэтому логика здесь, на мой взгляд, в данном случае, она немножко, на мой взгляд, сомнительная. Я имею в виду по поводу этой статьи. Что вы думаете по поводу вот этого высказывания, что вы думаете по поводу Андрея Русецкого, я имею в виду не как персоны, а как конкретно его мысли в части опасности хранить в долларах. Напишите в комментариях. Так, друзья, коротко все. Увидимся в следующих обзорах. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.